КОФЕ БРЕЙК КОФЕ БРЕЙК Подготовят объективную независимую оценку всего происходящего, по результатам которой, я думаю, будет какое-то принято решение и вынесено на обсуждение Государственной Думы, и вполне возможно будет обращение к руководству государства. Сегодня мы пытались... Подождите, можно я сразу уточню? Но вот, насколько я понимаю, российские законы, есть же специальные органы, которые, собственно, должны заниматься всеми этими вопросами. ЦИК, суд, правоохранительные органы. А здесь получается, что у нас четыре депутата Государственной Думы подменяют собой, соответственно, абсолютно всю систему государственной власти. Четыре депутата Государственной Думы сегодня не подменяют, а заполняют тот вакуум власти, который возник в городе Астрахани. Это озоновая дыра, в которой сегодня нет никакой власти. По данным людей, проводящих голодовку, во время выборов, во время избирательного процесса, с более чем половины участков были удалены члены комиссии и наблюдатели. В это время, я объясню, для чего это делалось, даже все карусели, вброс административный ресурс не помог кандидату от власти победить. Так вот, что они сделали? Они выкинули наблюдателей и поменяли результаты. Просто протоколы написали, поменяли бюллетени в урнах, то есть делали замену. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то обращения в суд, есть ли открытые дела? Есть обращения в правоохранительные органы, которые не дали никакого результата. Прошло 11 дней с момента вот этой вакханалии. Вот, никакой реакции стороны правоохранительных органов нет. Мало того, они все делают для того, чтобы покрыть вот эти все преступления. А сколько заявлений подано? Вот если вы говорите, сколько, там, 120 участков, с которых удалили? Около 120, да. Ну, то есть, соответственно, если я правильно понимаю, должно быть около 120 обращений в суд. Вполне может быть и 120, может быть их и больше, может быть меньше. Ну, то есть вам неизвестно точное количество. Да, вот комиссия поедет, поехала туда, она на месте со всем разберется. Потому что, ну, я понимаю, таких заявлений масса. Вот, но никаких действий не предпринимается. Органы, сотрудники полиции, которые должны были этим заниматься, они всячески игнорируют все обращения. Делают все для того, чтобы ничего нельзя было установить. Ну, да, они же не имеют права не принять заявление. Заявление они приняли, но они не дают никаких, не дают никакой оценки, действий никаких не происходит. А для того, чтобы обратиться в суд, нужно установить какие-то факты. А как установить факты, когда наблюдателя выкинули, все подменили, а потом говорят, так у нас все сошлось. С чем наблюдатель пойдет в суд? В тех случаях, когда удаляют наблюдателей, когда люди не могли... А как же, я тогда не очень понимаю, почему, ну, то есть чем будут заниматься депутаты? Если удалили наблюдателей, если удалили членов комиссий, как вы говорите? А как же депутаты могут расследовать, если могут расследовать правоохранительные органы? Я просто вот на механическом уровне не понимаю. Объясню. Депутаты проверят заявление, есть ли они, есть ли в наличии, какая информация, когда они подали, какая реакция, есть ли нарушение. Вообще-то это работа прокуратуры и Следственного комитета. Собственно, да. Но когда прокуратурный и Следственный комитет не выполняют своих обязанностей, приходится депутатам приезжать туда и принимать какие-то решения. Вы знаете... Подождите, но вот опять-таки, я... Просто процедурный вопрос. Но есть же, там, не знаю, такая история, как депутатский запрос. То есть, не действеннее ли написать в Следственный комитет, в прокуратуру со словами, ребят, вы давайте как бы займитесь своей работой? По результатам поездки будут соответствующие процедурные решения. Конечно, для того, чтобы написать депутатский запрос, парламентский запрос, еще какое-то обращение, нужно сначала выяснить ситуацию на месте, разобраться. Может быть, действительно, оговаривают правоохранительные органы, может быть, действительно, там, все в порядке, просто люди не согласны, не могут смириться с этим. Поедут депутаты на месте и разберутся. А после этого уже будет то, о чем вы сказали. Будут действия, которые регламентированы законом о статусе депутата. Вот те действия будут потом предприняты. Но для этого нужно сначала своими глазами увидеть, что же там происходит. Услышать обе стороны. — Скажите, пожалуйста, ну вот я сейчас задам вам вопрос, на который мне бы хотелось, чтобы вы дали предельно искренний ответ. — Давайте. Вы всерьез верите, что, ну то есть, если депутаты приедут в Астрахань и, ну, правда, вот выявят там все правонарушения, о которых вы говорите, вы всерьез верите, что государство готово будет признать, что избирательная комиссия и, ну там, подавляющее большинство сотрудников правоохранительных органов в Астрахани нарушили закон? Это же, ну там, десятки, а то и тысячи реальных уголовных дел и реальных сроков для реальных людей. — Да, я объясню, на что мы рассчитываем. Когда государство делает вид, что ничего не происходит и делает вид, что они не знали, руководство страны, высшие должностные лица исполнительной власти, руководство правоохранительных органов делают вид, что, ну как, мы же не знаем, у нас нет соответствующей информации. А когда мы до них донесем ее, они вынуждены будут принять какое-то решение, уже не сосылаться на мелких служащих, которые там что-то... — Они вынуждены будут свое личное отношение к этому высказать. Вот этого мы добиваемся. Потому что, когда будут зафиксированы очевидные нарушения, проигнорировать это невозможно. Мы не идеалисты, мы понимаем, что отменить результаты выборов будет невозможно. Но наша задача — наказать тех, кто это все делал. Если будет наказан хотя бы один из десяти, в следующий раз все остальные поймут, что этого посадили, или дали ему срок, или хотя бы условный, или хотя бы штраф, но его наказали. Понимаете? Это черное пятно на нем стоит. — То есть ваша реальная цель — не пересмотр итогов выборов в данной ситуации, а точечные наказания тех, кто якобы занимался фальсификациями. — Наша цель — это пересмотр итогов выборов. Это первое. И назначение новых выборов. Это задача максимума. Это задача, которую мы перед собой ставим. — Но при этом вы понимаете, что она практически не реализуема. — Не знаю. Не знаю. Вы знаете, побеждает тот, кто ставит перед собой великие цели. Вот мы такую цель ставим. Получится. Я считаю, что все может быть. — Вы знаете, никто не ожидал, что 5 декабря сотни тысяч выйдут на улицы. Но выше люди. И власть задрожала. И начала создавать эти комиссии. Мы, например, никогда не думали до 4 декабря... — Какие эти комиссии? — Комиссию. Депутатскую комиссию. Из четырех фракций. На равной основе. А до этого всегда любая комиссия, которая создавалась, в ней большинство было в Единой России. А теперь не так. Это впервые такая комиссия создана. Понимаете? До 4 декабря я, например, и думать себе не представлял, что эти единороссы на это пойдут. А пошли. — Скажите, пожалуйста, а сколько по вашей информации или по вашим альтернативным подсчетам, если они велись, набрал кандидат Единоросс господин Шейн? — Кандидат от «Справедливого Роса». — От «Справедливого Роса», конечно. — Он победил. По нашим данным, он победил. — Но он победил с отрывом в 1%, 5%, 40%. — Вы знаете, я не могу давать оценки, потому что не видел протоколов, которые были... — Ну, то есть вот ваши слова, по нашим данным, господин Шейн победил. Они на основании чего базируются? — На основании той информации, которую привозил господин Шейн. Но сейчас идет проверка, поэтому я бы не стал торопиться и выдавать в СМИ те данные, которые нам там... — Нет, то есть просто интересно понять механику. То есть там, условно говоря, когда Лига избирателей, да, или «Голос» говорили о своих альтернативных результатах, там были там, не знаю, смс-сообщения, которые там наблюдатели с данными протоколов отправляют. — Если на половине, послушайте, если на половине избирательных участков выкинули наблюдателей и не брать во внимание результаты на этих участках, где были явные нарушения, то по оставшейся половине Шейн победил. — Да, вот так. — Понятно, да? По тем данным, которые, протоколы, которые у нас имеются, и где не выбросили наших наблюдателей, Шейн победил. А в целом объявляются результаты, что кандидат от «Единой России» набрал в два раза больше. — Я понял вас. Спасибо большое. — Причём нестыковка результатов там, где выбросили наблюдатели, и там, где они были. Очень серьёзная разница. — Я понял вас. Спасибо вам огромное. У нас в гостях был Валерий Гартунг, депутат Государственной Думы. Мы говорили о ситуации в Астрахани, где 18 человек голодают в знак протеста против результата на досрочных выборах мэра. — Спасибо.